В октаву тысячи обманутых жителей собрались перед зданием прокуратуры. Все они стали жертвами Финпирамиды. По их словам, организаторы компании обещали им хорошую прибыль за вклад в производство алмазов. Вскоре собрав немалую сумму, организаторы перестали выходить на связь. Сегодня дело по отношению Финпирамиды расследуется столичной прокуратурой. Более подробно о последствиях расскажет моя коллега Амина Усенова. Пять лет назад жители Магаставской области вложили немалые деньги в компанию «Сакс Инвест». Представители Финпирамиды призывали жителей инвестировать в добычу алмазов, обещая 2% прибыли ежемесячно. А в качестве гарантии каждому выдавали гарантийные письма. Спустя время представители компании вовсе перестали выходить на связь. Мы вложили все свои средства, которые собирали для наших детей. Когда начали происходить изменения, он выдал нам документ, удостоверяющий возврат денег в установленный срок. После пропал без вести. При этом публикует видео в соцсетях из Анголы. Мы же верили ему, пусть вернет наши деньги. Он нас убедил в том, что это воплотимо в жизнь, что мы вкладываем деньги в акции, что эти акции на разных производствах и что мы, естественно, получим от этого прибыль. И мы хотим, чтобы его привлекли к ответственности у нас здесь, в Мангистауской области. По 190-й статье за мошенничество. К слову, большинство собравшихся внесли на счет подозреваемого около 10 тысяч долларов США. Дело рассматриваемое в столице жители просят перевести в Актау. По их словам, ответственные надзорные органы отказываются удовлетворять их просьбу. Асанахалу экономиков в Тергиеве департаментами. Департаментом экономических расследований Астаны проводится досудебное расследование по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые задержаны. Следственные работы продолжаются. Мы провели разъяснительные работы среди пострадавших вкладчиков. По данным АФМ, компания собрала жителей в общей сложности около 9 миллиардов тенге. А месяц назад один из организаторов финпирамиды Сакс Инвест был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.